Добрый день, друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о станке для копилок. Из чего состоит, как выглядят габаритные размеры. Итак, начнем по порядку. Станок состоит из электродвигателя асинхронного трехфазного мощностью 550 Вт. Ременно-клиновой передачи двух шкивов, передаточное отношение 1 к 2. Количество оборотов у электродвигателя 1370. Редуктора. Редуктор червячный. Одноступенчатый. Почему червячный редуктор? Потому что, когда будете крепить форму к станку, внутренняя рамка не будет проворачиваться. Обязательно обращаю внимание, что редуктор должен быть червячным. Дальше идет выходной вал, на котором крепится рамка станка. Цепная передача. Поближе покажу. Значит, первая звездочка. Большая. Установлена через проставку. Вот она, проставка. Что с собой представляет проставка? Проставка – это труба. Диаметром, по-моему, 60 мм. Точно не скажу. На чертеже есть размеры. Фланец. При помощи этого фланца эта проставка крепится к корпусу редуктора. Через его стандартные родные болты. Выходной вал. Дальше идет рамка. Рамка выполнена из профтрубы 60 на 40 мм. Обязательно стеночка этой профтрубы должна быть 3 мм. Что придает станку жесткость. Сейчас попозже покажу общий вид. Цепная передача от большой звездочки. Извиняюсь, что трясет. По-другому мне снимать не получается. Идет к малой. Передаточное отношение. Все передаточные отношения есть на чертеже. Дальше. Вал. Видно, да? На подшипниках. Подшипники были заказаны на Алиэкспресс. Подшипники крепятся к станку, к раме станка. Через профтрубу 40 на 20, стенка 2. И полоску металла с нарезанной в ней резьбой. Толщина полосы 6 мм. Болты М8. Дальше. Зубчатая коническая передача. Зубчатая коническая косозубая передача. Взята она от болгарки. От малой болгарки. В редукторе корпус... Да, правильно. В корпусе редуктора малой болгарки установлена эта передача. Оттуда она просто была изъята. Так. Дальше. Подшипники. Подшипники тоже приобретались на Алиэкспресс. Их 4 штуки. С каждой стороны стоят по 2. Один не фокусируется, да? Второй. Ну, вот так вот будет видно. Отсюда вид. Чтобы было понятно. Отойду подальше. Общий вид станка. Внизу также установлены два подшипника. И ось ещё. Здесь ось. Ось. И выполнена в виде цапфы. Как у автомобиля. То есть, с этой стороны шайба. Шайба приварена к оси. Но... Шайба сама прикручена при помощи двух болтов М8 к внутренней рамке станка. То есть, в любое время ось можно вытащить и снять, или подварить, или переделать. Какие-то элементы станка. То есть, станок разборный является. Ремонтно пригодным. Что ещё по станку? Значит, внутренней рамке установлена корзина. Сварена она из профтрубы. 40 на 20 мм. Для того, чтобы деталь, форму можно было надёжно зафиксировать на станке. Крепится форма при помощи автомобильных стяжек. И в этом месте выполнены вот такие вот две скобы. С одной стороны скоба идёт. И точно такая же скоба с внутренней стороны малой рамки установлена точно такая же скоба. Они приварены к станку. И при помощи автомобильных стяжек форма надёжно фиксируется. И не выпадывает из станка в процессе отливки. Что ещё хотелось бы сказать о станке? Значит, у станка есть электронная часть. Это реле времени. Установлено сейчас 600 секунд. Когда запускаю станок, время пошло. И через 600 секунд, когда время на таймере будет равно 0,0 секунд, станок автоматически останавливается. В том положении, в котором мне удобно будет снимать форму со станка. У станка есть частотник. Частотный преобразователь, которому подключен асинхронный трёхфазный двигатель на 550 Вт. При помощи частотника можно регулировать количество оборотов. Но на сегодняшний день частотник, как таковой, уже не актуален. Его можно не использовать. Мне он нужен был только в процессе настройки станка, чтобы подобрать количество оборотов. В дальнейшем это можно будет сделать, когда вы знаете, будет конечное количество оборотов при помощи ремённой передачи. И всё. Сейчас частотник выполняет только роль плавного пуска. Всё. Больше он ни для чего не нужен. Как бы известно количество оборотов. Всё остальное уже второстепенно. Так, что ещё по станку? По узлам рассказал. А, чертежи. Все чертежи на станок были выполнены мной лично, прежде чем его запустить в работу. Значит, все чертежи я прочертил. Прочертил, собрал станок. Это заняло мне время примерно полтора месяца, чтобы собрать всё в кучу. В дальнейшем пошла самая сложная и трудоёмкая часть процесса по настройке. Для настройки станка мне понадобилось время, а в течение двух лет я его настраивал, чтобы правильно подобрать передаточные отношения между двумя рамками. Вот на это время у меня ушло два года. Вот так. Сейчас покажу отливки, которые получаются на станке. Вот, пёс. Был распилен ножовкой по металлу, ровно по центру. Покажу толщину стеночки. Она примерно одинаковая по всей поверхности отливки. На сегодняшний день меня это устраивает. И все отливки получаются вот такие. Вот обратная сторона. Вот сегодня станок настроен таким образом, чтобы отливки вот такие равномерные получались. До этого было много вариантов по настройке. И всё, всё что-то меня не устраивает. То дырочки появлялись, то неравномерно распределялась гипс по поверхности отливки, то брак. Вот такое видео. Потому что многое спрашивают. Как? Чего? По узлам? Покажи подробнее. Сделай фотографии. Показываю, снимаю специальное видео. Где? Чего? И как? Видео будет состоять из нескольких частей, скорее всего. Потому что надо показать, как креплю форму к станку. Как отливаю. Ну и ещё пару моментов, нюансов. А, что хотел сказать. У меня чертежи есть в наличии. Кто будет или захочет собирать примерно что-то похожее, обращая ваше внимание, что если на чертеже рамки, сваренные, профтруба одна приходит к другой именно вот таким образом, ни в коем случае не надо делать по-другому. Не надо делать вот эту, вот сюда задвигать. Или запиливайте под 45 градусов. Потому что там размеры уже стоят. Если вы сделаете эту рамку, эту трубу приварите вот сюда, встык к этой, то размер вот этого вала у вас уйдёт. И уйдёт он прилично на толщину этой рамки, на толщину этой профтрубы на 40 мм. То есть, вал окажется длиннее или короче вот этот вот на 40 мм. И вы очень огорчитесь при сборке, когда у вас размеры не сойдутся, межосевое расстояние отсюда до сюда не сойдётся. И это будет печально. Это или перетачивать полностью вал, это дорого, или переваривать рамку, что тоже не очень приятно. Так что обращаю особое внимание. Если профтруба приходит в эту плоскость на чертеже, то надо так и делать. Ни в коем случае не по-другому. Ну и ещё, значит, как крепится основная рамка большая к станку при помощи болта. Всего одного через шайбы. Здесь отверстие. Отверстие диаметром 32. Рамка насажена на выходной вал червячного редуктора. И всё это фиксируется при помощи болта М10. Что не позволяет рамке проворачиваться по отношению к валу. И сохраняет жёсткость всей конструкции. Да. То есть рамка крепится всего с одной стороны. Вот здесь только, вот в этом месте. Больше у него креплений нигде нет. Что позволяет очень удобно пользоваться станком. Можно подходить к нему с любой стороны. Это, на мой взгляд, очень-очень удобно. Так. Ну что ещё? Вроде бы всё сказал. Ну, по самому основанию. Если вы будете делать один в один, то основание на чертеже я могу прочертить. Указать все размеры. Но, я думаю, на сегодняшний день это просто не актуально. Так как не каждый найдёт редуктор один в один. Ладно.